Отводило большинство журналистов, но один попросил комментариев у сенатора. У сенатора Карлоса Марихона от Аризоны. Это нехорошо. Он избирался на крайне антимигрантской платформе. Под лозунгом... Да, да, я помню. Сохраните безопасную Аризону для аризонцев. Очень кратко и хлёстко. Так вот, он разнюхал о ливийских беженцах. Вечером он осудит наш план на пресс-конференции. Прямо перед встречей с Шамехом. Он её сорвёт. И заодно рискнёт жизнью десяти разведчиков. Надин, срочно приведи мне сенатора Марихона, пожалуйста. Сегодняшний? Я так же сказала. Директор Уэйр, к нам приближается автомобиль. Понял, Вавилон. Вы её опознаёте? Так точно. Опознаём. Это джип Шамеха. Едет с севера. Всё по плану. А за рулём точно Шамех? Пока не ясно. На КПП видно будет. А что будет после сближения? Когда мы опознаем Шамеха, один из наших направит его к назначенной стоянке. Затем агент Джейкобс сопроводит его внутрь и начнёт допрос. Всё опознано. Это Шамех. Ему сказали остановиться у стены на безопасной дистанции от дома. Медленно. Уберите его. ГБР, действуйте. ГБР! Вавилон, ты ранена? Что случилось? Ничто в Шамехе не выдавало джихадиста. Они нас переиграли. Потому что это их работа. Они круглые сутки сидят и думают, как надо убивать. Что-то случилось, говорю тебе. Это не мученик. Ему нужны были деньги. ЦРО с директором прочешут область, оценят промашки с охраной. Криминалисты соберут фрагменты бомбы на анализ. Ты не виноват, милый. У неё были дети, у Мими. Я знаю. Эту девочку насильно выдали замуж за Шахида, который насиловал её каждую ночь, пока она не сбежала со своей новорождённой. А затем она дала все свои деньги и залезла на утлое судно какого-то преступника. Лишь бы уплыть. Каждое досье – это чья-то жизнь. А это – всего одно судно. И всё же почти все они говорят, что при возможности остались бы в Ливии. Там их дом. Сидите, сидите. Мы сожалеем по поводу операции в Ливии. Наши соболезнования. Никто не надеялся на такой исход. Но у нас остаётся работа. Мы можем переправить беженцев с нашего корабля в лагерь Бликтенштейн в Нью-Мексико на оформление. Они заслужили какой-то стабильности после всего пережитого. К сожалению, межведомственная проверка вызовет к ним подозрения. И сенатор Морихон точно подольёт масло в огонь. Даже если он предложит их не пускать, Долтон наложит вето. Так что мы идём на всех парах. Надин, это приоритет. Ясно. Это живые люди, и обратно они не поедут. Криминалисты собрали жалет Шамеха. Его подорвали дистанционно. Как будто бы не верили, что он всё сделает сам. Значит, Хэше не радикализировали его, а принудили. Они ещё не дообследовали записи, чтобы узнать полную картину, но... Я хотел тебе сообщить. Да, спасибо. До завтра. Хотите узнать больше? Продолжение следует...